Мы продолжаем серию репортажей о наших коллегах, приуроченную к юбилею Юргана. Татьяна Полуэктова, журналист с большим стажем. Социальные имиджевые программы, 11-часовые прямые эфиры. Вместе с ней шло совершенствование регионального телевидения, да и сама история. Продолжит Таисия Жакова. Вот сцена, которая обычно остается за кадром. Татьяна Ивановна следит буквально за каждым жестом, ведь все должно быть на высшем уровне. Ну, Жень, ну что мы делаем-то? Мы что делаем? Зачем? Люди должны знать, погоду, каждый, любой, малый, взрослый услышит. Давай так, спокойно, с чувством, с расстановкой и не тарабань. Целью работать на телевидении она задалась еще в школе, а потом закончила факультет журналистики МГУ и тут же по распределению судьба занесла ее в коме, где ее ждали в комитете по телевидению и радиовещанию. Говорит, приехала в республику на три года, а задержалась на 30 лет. С моими юными коллегами Володей, Аннушкой и Юрочкой мы приветствуем всех абсолютно вас. Большинство ее авторских проектов всегда с социальным окрасом. Телемарафоны «Помоги ребенку» для аудитории 90-х открыли такое понятие, как сиротство. Ведь раньше публично об этом не говорили. Вот интервью с первым главой коми. Кстати, показывать первых лиц республики в нетрибунной обстановке, что называется, без галстуков, прежде было не принято. Вы, в общем-то, были уверены в победе. Там было лучше много претендентов. А это фото с Асхабом Асхабовым перед записью очередной программы. Кстати, именно известный ученый, член Российской академии наук и стал первым телевизионным соавтором полуэктовой. Спустя два десятка лет они снова встретились на площадке. Телеведущая пришла к нему домой с программой «Большая семья». Кстати, это, пожалуй, самый запоминающийся за последнее время проект. Цикл передачи национальной культуре народов, проживающих на территории нашей республики. Не алло? А что алло тогда? Местная кухня, колоритные костюмы, живые танцы. Кем только не пристает Татьяна Ивановна перед зрителем в своих передачах. Энергичная, не боящаяся экспериментов, чувствующая ритм жизни и очень элегантная. В телевидении она называет стихией, которая обладает магией. У меня нет такого понимания, что ты, значит, уходишь домой с работы, и ты про это забываешь, и нет ничего. Но учитывая то, что я все время, все эти годы работала в тематических программах, да, конечно же, дома все равно прокручивается. Как я говорю, чистишь картошку, готовишь там ужин, да, ты все равно продумываешь, как выстроить сценарий, как найти ту самую линию, чтобы не то, что интересно было людям смотреть, а то, что это было, ну, с пользой, что ли, чтобы выстрелил в эту передачу, чтобы был результат какой-то. Психолог, дипломат, актер, учитель, режиссер. Она, безусловно, объединяет в себе десятки специальностей. Ведь это особый дар – обладать телевизионной природой, уметь убеждать и аргументировать. И особая заслуга – внушать доверие и быть нужным своему телезрителю. Таисия Жакова, Александра Головина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.